Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала Red Mafia про одного качка-дурачка, пакистанского Халка. Приятного просмотра! Power Mafia. Фейковый силач лоханулся и был позорно разоблачен у всех на виду пакистанский Халк. Ну давайте посмотрим. Сначала. 13 мая рубрики Ряженый. Вот этот не знаю кто. Это Дикуль, по-моему. Это тоже персонаж прикольный. Не помню, как зовут его. Тоже там выдумывают всякие. Бадюк, конечно же, Бадюк. Тебя как зовут-то? Невский, точно. Невский, Шпак. А этот, который яйца выставлял вперед. У Немаги есть, кстати, обзор на него. А, это животное, русский Халк, который точно я что-то изобразил. И чемпионы должно исполниться два года. Ее первым героем стал знаете кто? Да, конечно же, знаете. Это ниндзя. И очевидно. О! Бадюк. На что первым всегда был и будет несокрушимый ниндзяка. Мастер спорта по всем мастерам спорта. По всем видам спорта, извините. На этом свете. Он создал не только ряженых чемпионов, но и меня тоже. Вот кем бы бы я был. Ха-ха-ха. И меня говорит тоже. Ха-ха. Он молодец. Если бы не Бадюк, вероятнее, что вы бы даже и не узнали про меня, если бы не было больства великого ниндзи. Однако у Бадюка немало клонов, в том числе они... Да, вот этот. Это просто груша для бедня. Ха-ха. Просто груша этот русский Халк. Очень качественных. Есть мастер спорта по КФС. Есть русский берсерк Шаталин. Шаталин точно. Вот он, который я говорил. Второй слева был. Шаталин. Пакистанский тряпочный Халк. Хан Баба или Баба. Именно данный дешевый клон Бадюка просл... Он весь какой-то надутый. Вот он, видно все. Весь какой-то... Ха-ха. Поролон забился, похоже. ...правился своими фейковыми рекордами, которые не ушли дальше видосов в интернете. Однако на этих видосах нам представляли его как самого сильного... Я не понимаю, зачем надо цепочки поверх одежды одевать? Это что за... Тем более религиозно, по-моему, это какая-то... Ну ладно, хрен с ним. Глупость какие-то. Глупости! ...в мире, который весит за 400 и толкает... Гриф какой-то. Как он тянет в него. Это смешно. Если вы просто видели, надо знать, как профессионалы тащат вот это дело. Ну, тащат, занимаются. Когда профессионально, как они тянут, как это работает. Ну вот это извращение просто. Это позор. Это позор. ...все 500 килограмм. Хорошо, что хоть не на бицепс. Ну, на гриф-то, видно, даже не гнется. Там сколько килограмм? 50, может. 60. Только поднимает этого. Некоторые соточку на бицепс поднимают, как... Здесь 100 килограмм точно не будет. Это... ...пустой гриф. Уверен, там и пятисоточка не за горами. Вот что творит пивас с щипсоидами. Так вот, недавно наш тряпочный Халк был пойман на лютом... ...он высокий. Он действительно большой. Во всяком случае рост... Во всяком случае ростом. Он большой. ...полобольстве. Ты пойман за руку, как дешевка. Вышел даже отдельный выпуск, посвященный ему. В рамках известной передачи «Мир наизнанку». Там нам был представлен этот поролоновый силач-лихач, которого по праву можно наименовать одним из самых нелепых балаболов в мире. Ссылку на полный выпуск я... ...оставлю в описании. Передавайте привет от пауэр-мафии. Пускай и там знают наших нинц. Но знаете, что самое интересное? У себя на родине, в Пакистане, он настоящая звезда, которую... Что за бред? Сидит на какой-то лавочке, тащит трактор. Непонятно, потому что трактор, колесо крутится. Ну, хрен с ним. Выглядит, во всяком случае, как-то криповато. ...ценят, любят и уважают и считают этаким народным идолом и достоянием. Он наша гордость. Это наш лев. За что вы его... Наш лев. Вы так любите? Он самый большой и сильный. Он самый богатый, еще стоит добавить. Люди вовсю фотографируются с ним, берут автографы. Наверное, даже фан-клуб есть имени пакистанского тряпочного монстра. Ну, вот видно, что за шея даже не видно, все закрыто, все... Ой, ну ладно. Там все, вероятно, поклоняются ему. Да-да, они реально верят, что их земляк такой сильный, грозный и... Ну, на фоне остальных граждан, может быть, простых, неподготовленных. Да, он может быть и сильный. Здесь вопросов нет. Возможно. Ужасный, но вот в наших краях что-то не хотят уверовать в силу поролона и тряпочного... Ох, наши скептики. Ох, наши же, блин, да. И такой вот калк вызывает только... Калк, говорит. Не смешно. ...ка улыбку на лице и чувство испанского стыда. Ну, это вот что это такое-то? Тут столько поролона, что даже действительно он даже не видит, что здесь происходит. Бывает, когда перекачанный тот же Томаев взять, да? Возьмем, шея какая была, но и... А, ведь даже актер из него никудышний. То ли дело наш нинза мастер спорта по воловольству. Не показалось, что ли, или... Даже актер из него никудышний. То ли дело наш нинза м... Платформы у него вон какие. Ну, в смысле, что подошва толстая у него. Очень уж. Он за счет этого еще больше кажется. Как это, как виндитель, да? Недавно узнал, что у него, оказывается, специальные... Ботинки шьют для него с более... С высокой платформы, чтобы он выше казался. Мастер спорта по воловольству. Вы посмотрите... Да, она... И как же отвратительно он выступает по рестингу. Куда там этим гробовщикам, кейнам с их погружением под ринг? О, ну ринг, это, конечно, рестлинг, это американский. Это вообще такая бредятина. Не-не, Хан Баба использует только настоящее пивное мастерство. И, конечно же, поролон... И тушителем бьет, стоит. Ну, как можно так драться, да? Люди стоят тебе возле ринга. Ну, что за бредя? Тряпки. Динамика, конечно же, впечатляющая. Интересно, что Хан Баба довольно обеспеченный человек у себя в Пакистане. И весьма охраняемый. Этот человек находится под круглосуточной охраной. С автоматами. Вообще здесь работает порядка десяти спецназовцев, которые охраняют. Да. Десять спецназовцев. Одного нахренеть. Это напомнил мне из нашего мультика Алеша Попович, когда зашел богатырь, здоровый такой. Разделся дедушка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. То чего-то примерно на него похоже. Страмасы. Да и трюки какие-то странные. Вначале он не согнул сковородку, но как только принесли новую, так сразу же подсогнул. Вот сейчас у наших зрителей возникнет вопрос. Почему он первый раз сковородку не согнул, потом сковородку принесли и он ее уже согнул? Чудеса дают... Да, чудеса. Ничего не скажешь. Но дальше началось самое интересное. На месте, которое было обозначено для рекорда, баба начал лепить отмазки и заявил, что не будет устанавливать рекорды. Якобы фанаты могут расстроиться в случае его неудачи. Только что звонил меня Хан Лавей и сказал, что здесь люди много, и я не могу их здесь таскать до дамфура. Его фанатики будут расстроены, типа... Фанатики... Хе-хе-хе-хе-хе. Мне показалось? Что здесь люди много, и я не могу их здесь таскать до дамфура. Его фанатики будут... Его фанатики. Расстроены, типа, если он не сможет. Какой молодец, переживает за своих фанов, всем бы быть такими вот переживаками. Потом договорились на другое место, перед этим там была своя комедия, гляньте в выпуске, если вам интересно. Этот силач-трюкач долго думал, как же откосить от установления рекорда, ссылаясь на то, что у него резко появились другие дела. Вот... Руки так в сторону, как будто арбуз затаскал. Так вот, в один момент. Но атаки откосить он так и не смог. Буквально заставили установить его этот рекорд. Вот всё приготовлено, и Хан Баба якобы тянет фуру рекордного веса. И тут, конечно же, снова не обошлось без комедий и звериного рёва. Выглядит это всё весьма нелепо. Он даже не натянута верёвка, видно, даже не как-то особо расслабленный. Хотя ладно, здесь он... По факту это никакой не рекорд, так как вес машины с людьми чуть больше, чем 5 тонн. Стронгмены обычно тянут целые самолёты или несколько грузовиков сразу. Там вес может доходить и до 100 тонн. Но так как Хан Баба очень тяжёлый, он мог бы стать самым тяжёлым человеком, который поднял такой вес. Ведь, как известно, люди с подобным весом даже ходить не могут. А он тут машины тягает и спокойно себе ходит. А сколько он весит? Что-то пропустил. Просто феномен какой-то, да и только. Конечно же, для установления рекорда его нужно было взвесить. Казалось, всё, прошёл процедуру взвешивания и всё, рекорд твой. Официально, и уже никто не сможет сказать, что это фейковый рекорд. Как бы, всё присвидеть. Да, вот только хотел сказать, действительно, а что не мог, что ли? Зарегистрировать это дело? Пускай все знают, если ты такой уж супергерой. Но нет. Нет, нет, нет. Так, и всё с официальными представителями. Но нет, поролоновый Халк отказался. Поролоновый Халк. Каждый раз слышно. Ему запрещено разглашать тайну относительно своего веса. Якобы у него контракт с некой японской компанией Ниндз. И они запрещают ему говорить, сколько он весит. Мы можем измерить ваш вес, и он будет... Он сидит, у него даже... Спина. Обратите внимание на спину. Ему говорить, сколько он весит. Мы можем измерить ваш... Что это такое? Это что такое? Швец, и он будет в районе хотя бы больше 300-350 килограммов. Это будет мировым достижением. На данный момент я не могу разглашать свой вес, так как у меня коммерческое соглашение с японской компанией. Вот так вот. На все подобные вопросы Хан Баба отвечал примерно... А, это рестлер. Рестлер какой-то страшный. Одинаково. И как вы уже догадались, его никто взвесит так и не смог. При этом пакистанцы все равно подумали, что он рекордсмен, красавчик и молодец. Ведь только он может подобное. А другие не могут. В принципе, и будут и дальше ему поклоняться. Кстати, мы-то... Ну, страшно здорово. Недалеко уж-то и некоторые уникумы в комментариях до сих пор верят в рекорды Дикуля и пишут гадости в мой адрес. Якобы не жил в СССР, а значит, ничего не знаю о сверхлюдях. Ну, честно говоря, я тоже раньше был уверен, что Дикуль какой-то очень такой. Есть даже мази Дикуля, лекарства всякие. Честно, обидно, конечно, что я так ошибался. А может, не ошибался, не знаю. С того времени, ведь я выращенный на ГМО и непонятной химии. Самый тупой анализ человека, который не ведает про эпоху советских людей, твои нынешние герои — это бумажные тигры. При СССР ребенок лет 5-6. Спокойно таскал 20-литровую канистру с бензином на расстояние 100 метров и без всякого труда по себе знаю и помню. Хватит зарабатывать на дешевой рекламе. Чё-то бред какой-то. Чё-то преднятен. Дезинформировать людей молодого поколения, которые питаются генномодифицированными продуктами. Чёрную икру в трёхлитровых баллонах покупали, а про самую дорогую рыбу в наши дни, как осёт рыбилуга, вообще не хочется писать. Советские люди знают. А декуль-то у нас трюкач-циркач, который поднимает больше, чем все мировые рекордсмены. Да и делает это ещё и без страхующих, смс и регистрации. И на момент тех рекордов ему было... Справедливость ради вот эти блины, которые навешаны, они не очень тяжёлые. Выглядят, во всяком случае, на те, которые мне знакомы. Они песком набиты. Всякой ерундой они... То бишь, что не просто литые. Есть литые диски, в которых сталь, определённый металл какой-то, что придаёт им тяжесть. А есть, которые набиты чем-то, или полые вообще внутри бывают. Тоже выглядят по объёму такими же, но они меньше. Поэтому здесь действительно... Нельзя утверждать, что действительно большой вес или какой-то маленький. Более 60 лет. У нас верят в Дикуля, в Пакистане верят в Паралонового Халка, и у всех есть свои ду... А ещё верим в рептилоидов. И в двойников Путина верят у нас. Ты, силачи сказочники, как бы это обычное явление. Этот хан Баба хорошо устроился... Такой взгляд в него, такой взгляд. Ты, силачи сказочники, как бы это обычное явление. Этот хан Баб... Хан Баба хорошо устроился, деньги есть. Никто и слова не скажет про его рекорды. Да ещё и популярен у себя в стране, и ему там чуть ли не кланяются. В принципе, жизнь удалась. Собственно, суть одна и та же, что в Пакистане, что в странах постсовка. Кругом всё держится на деньгах, связях и огромном количестве вранья и лицемерия. Ну, как и во всём мире, в принципе. И пример с поролоновым Халком очень хорошо это демонстрирует. Оставайтесь на связи, будем периодически обозревать таких вот дутых силачей Балаболов, ведь часто они способны очень хорошо поднять настроение. Всем удачи, до новых встреч, пока! Пауэрбайфи молодец, действительно хороший ролик. Хан Баба порадовал. Правда, вот клоун тот ещё. Ай, ладно, на этом всё.